Бабье лето, рассказывают заведующие кафедры географии, экологии и природопользования Рязанского госуниверситета имени Есенина Алексея Водорезов, это последний антициклон, который приходит в середине или в конце сентября и приносит теплый воздух. Последние 25-30 лет климат меняется, поэтому бабье лето может наступить чуть раньше или чуть позже срока, в котором мы привыкли. Под бабьим летом понимают тот самый период, когда после дождей и пришедшей осенней прохлады, вдруг снова природа нам дарит тепло и солнце. Правда, бывает, как высокий фон температур, и они поднимаются до 20 и выше, бывает фон чуть более низких температур, выше 15, главное солнечно, сухо и золотая осень. Явления, которые из-за изменений климата часто наблюдают с осенью, повторные цветения, например, землянике нужно, чтобы набралось суммарно 700 градусов тепла, адуванчику 200. Эти значения состоят из температуры выше 10 градусов, которые суммируются за год. Однако растениям с юга солнца все равно не хватает. С маньчжурского ореха на биостанции снова опадают недозревшие плоды. У нас в Рязанской области сумма активных температур 2300-2350 градусов. Соответственно, растение расти может, цвести, давать плоды, но плоды эти не возревают, потому что лето короткое, осень приходит рано. И эти плоды год за годом в недозревшем состоянии падают на землю. Приход Бабьева лета в начале следующей недели анонсировали столичные синоптики. По данным Центра погоды Фобос в столице, с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3,8, днем повысится до 15-16 градусов тепла. Рязанский гидромедцентр долгосрочных прогнозов не делает, пока есть информации на ближайшие дни и до конца недели, наоборот, ожидается похолодание. Временами будут идти дожди, усиливаться ветер, а температурный фон продолжит понижаться. К выходным среднесуточная температура воздуха окажется на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы и воздухе. И есть вероятность уже смешанных осадков в виде дождя со снегом. В выходные дни в Рязанской области возможны осадки. Ночью и утром в отдельных районах туман, днем ожидается температура плюс 6-11 градусов, ночью минус 3-2. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».